Продолжая играть в Блиц на Ли Чеси с тем же соперником, который, как вы могли видеть, блестяще провел нашу предыдущую партию и, безусловно, заслуживал ее выиграть. Тут у нас разменная Славянка, которая, конечно, не является, пожалуй, самым боевым дебютом, но вот этот Ван, кстати, создает обычно чуть для черных довольно заметные проблемы на самом деле. Недооценивать его нельзя. Слон Е7, по-моему, тут все-таки основной ход. Создавая идея КН-Х5. ЕЦ8, Слон Д3, КН-Ц6, А3, КН-Х5. Ну, то есть, лично я эту позицию трактую следующим образом. То есть, я играю КН-Х5, после этого Ф5, и конь возвращается через Ф6 на Е4. Получается такая довольно странная каменная стенка без пешек С. То есть, по идее, это должно быть в пользу белых, но вот конкретные обстоятельства тут такие, что обычно получается достойная контрагра при КН-Х4. Но мой соперник продолжает играть очень сильно позиционно. Поэтому легко мне явно не будет. Слон Х4, нет ли тут хода интересного? Ну, размен на Е4, давайте попробуем. То есть, ну, Ж3, конечно, ход есть, но его делать очень обидно при слоне на Н2. Может быть, ладья Ф1, поэтому. Ладья Ф1 тоже такой ход, что... Есть у него определенные недостатки. Например, один из недостатков заключается в том, что, может быть, я могу там взять на Е5 и на С3. Ну, нет, сыграю на слон Е4. Ну, логично, ФЕ. Нападая на пешку. Ф4. Ф4 очень грамотно, потому что если Ф3, то он не Е5, здесь я не успеваю. Правда, слон Н2 вряд ли доволен сейчас таким развитием событий. Но как мне этим воспользоваться, не совсем понятно. То есть, Еф я вскрываю слона. Средица там неплохая, но... Не больно. Наверное, надо к Е5 играть. ФЕ. ФЕ крайне неожиданно. Я бы ожидал только ДЕ, безусловно. Видимо, спернику не нравилось, что там... Продолжались проблемы у слона после ДЕ. Да, может быть, тут не такая хорошая позиция, как мне бы хотелось. То есть, надо куда-то перевести Белопола, но вот... Сейчас... По рисунку кажется, что должны быть другие приоритеты, а может быть, их нет. Ладно, сыграю ФЕ в G5. Слона Е4, видимо, последует качество. Можно попробовать сдать, но... Немножко обидно. И не факт, что там достаточная компенсация, если честно. Хотя, компенсация и будет. Ну, тут кистография ФЕ6. Правда, ФЕ6 означает, что теперь слон с Д7 не выходит. ФЕ4 последовал. Это странное действие, потому что теперь G5 есть. Есть подозрение, что соперник отземнул. Теперь слон Ф2, слон Е3. Позиция становится... Ну, выигранной. Просто. Может, на коне Е2, слон Б5. Ну, ладья Д1. Что-то тоже должно найтись. Ладья Ф2, правда, нельзя играть за слон Ж1. И еще мне надо бы поторопиться в этой позиции. Да, ну давайте слон Ф2. Слон ДА мне, конечно, как только охот сделал сразу разнорался. Надо было ладья Ц4 играть. Да ладно. Сейчас сыграем ладья Ц4. Хотя это, конечно, уже не то. Попытаюсь перевести слона на рабочую диагональ. Времени становится очень мало. Так, пока там не висит. Потому что будет на Д4 висеть. Но хода не видно. Ладно, пойду А6. Времени совсем не хватает тут. Да, и неживно белый уравняли. Что, конечно, довольно для меня печально. Де Ф4. Подозрение как-то странно продолжает играть. Теперь на Д4 я успею отобрать. Но, скорее всего, просто собьет мне флаг. Объективно говоря. Пытаюсь есть на Е5. Да, ну позиция выиграна. Но, конечно, шансов тут успеть практически нет. Так, мне вызевают коня. Шансы повышаются. Ничью уже должен зафиксировать. Ну и вот за 0,04 секунды успел поставить мат. Прошу прощения за отсутствие комментариев под конец. Всем спасибо за внимание.